здравствуйте товарищи сейчас третья часть ответов на вопросы по диалектике вы видите вопросов очень много и это говорит о том что интерес к диалектике очень высокий это говорит о том что мы имеем дело не с интересами и какими-то пристрастиями отдельных лиц а с некой объективной необходимости общественной которая и ощущается как общественная необходимость потому что коллективный разум коллективный разум возрастает развивается и он развивается опираясь на самые передовые достижения человеческой мысли но вот известная доля скептицизма у многих товарищей присутствует и вот товарищ который подписывается как аркадий гайдар говорит и еще вопрос может философия эта система хитрых взглядов помогающие доказывать свою правоту то есть техника убеждения с применением разных средств утверждений которые крайне сложно проверить может половина из этих категорий создана умышленно с целью запутывать вводить в заблуждение чтобы таким образом одерживать верх я вот подумал что ответите вот отвечаю так если я скажу да ведь все равно не поверите правда виталий гастамельский и попов и жуков дают ясно понять что без образования логического подхода ко всему невозможно не утонуть потоки разнообразной информации вот ну вот давайте это примем как как факт вот такой вопрос бендера капут а душа это бытие душа это не бытие но душа если она рассматривается разглядывается обсуждается как в литературе в культуре в разговоре она это бытие как некое понятие о котором люди говорят она есть это понять раз она есть она бытие не в том смысле что есть душа когда мы говорим есть душа мы имеем ввиду внутренний мир человека правильно но есть же у нее внутренний мир человека ясно что это внутренний мир не в кишках и не в желудке это все в человеческой голове потому что управляет всем внутренним миром и собственно говоря человеческий мозг но когда мы говорим о том есть ли внутренний мир конечно если только внешние проявления человека но но есть его внутреннее проявление. И вот для того, чтобы выразить это внутреннее проявление, существует понятие душа. Ну, это вот сказать, что эта душа есть некое бытие? Ну, конечно, это раз есть она, то она бытие. Но это очень грубое такое понимание. Это внутренний мир гораздо более тонкое утверждение, чем просто, что это бытие. Так. Полгода назад приступил к изучению диалектики. Использовал сайт и ютуб-канал Фонта Рабочей Академии. Григорий Тараскин пишет. И в частности, лекция Михаила Васильевича и науку лойки Гегеля. Издание 70-го года. Так как неплохо владея немецким языком, поинтересовался и попробовал почитать в оригинале. Разница огромна. В интернете нашел переведенное издание 29-го года. И вот оно как раз, за редким исключением, является прямым переводом. Хотелось бы узнать, почему об этом издании Михаил Васильевич ни разу не упомянул. Я прослушал почти все его лекции, выложенные на ютуб. Спасибо. Я говорил о таких изданиях, которые легко сейчас получить. Или можно было получить совсем недавно. Поскольку теперь уже их не издают. И даже вот эти издательства, эту работу. И надо как-то искать. То, конечно, надо с чем-то соразмерять. Вот самое лучшее издание. Это, конечно, издание 37-го, 38-го годов. То есть, 5-й, 6-й том в полном собрании... Не в полном. В собрании сочинений Гегеля. Попов прикольный. Ну, какая у него цель? Обещает много, слушает приятно. Неужели просто в целях просвещения? Вообще говоря, одна из целей науки и одна из целей ученых – это просвещение. Конечно, безусловно, в целях просвещения несомненно. Потому что, ну, скажем, понятие профессор, в отличие от понятия просто доктор наук, оно предполагает, что человек должен заниматься просвещением. А если он не занимается просвещением, то вообще-то он не профессор. То он, может быть, и копается в чем-то, что-то он и решает. Но он не способствует тому, чтобы и другие люди развивались, а не только он. Так. Интересно, является ли логика обсуждения примера, равен ли ты самому себе лингвистической аналогии и дифференциальное учисление в математике? Аналогии – это худший вид рассуждения, пишет Гегель. Так что, если что-то является аналогией, из этого вообще ничего не следует. Гегель, пишет Александр Пучков, не даёт своих логических внутренних непротиворечивых объяснений данным понятиям. А почему он должен давать внутренние непротиворечивые объяснения? Потому что, если у него всё объяснение основывается на том, что он вскрывает противоречия, а не скрывает их. Вскрывает, а не скрывает. Это пишет товарищ, которого он назвал, Александр Пучков. Инспектор Ко. Вот у меня такой вопрос. Чтобы прочитать «Капитал», надо прочитать Гегеля. А что надо, чтобы прочитать Гегеля? Во-первых, чтобы прочитать «Капитал», не обязательно прочитать Гегеля. Значит, давайте будем точно следовать рекомендациям тех людей, которые сделали и первое, и второе. Вот у Ленина сказано в его конспекте науки-логики, нельзя вполне понять «Капитал» Маркса, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. То есть, не говорится о том, что нельзя читать «Капитал», говорится, чтобы вполне понять. То есть, вы можете прочитать «Капитал», первый том, к примеру, начать с этого, про который Ленин говорил, что первый том должно быть настольной книгой каждого сознательного рабочего. А вот дальше вы будете, чтобы понять вообще всю глубину и переход к второму и третьему тому, желательно прочитать науку логики Гегеля. Вы тоже её не вполне поймёте с самого начала, но вы тогда поймёте, как устроен «Капитал», и вы увидите эту внутреннюю связь между диалектической логикой Гегеля и построением «Капитала». После того, как вы прочитаете «Капитал», для того, чтобы его вполне понять, вы ещё будете изучать науку логики Гегеля и будете лучше понимать «Капитал». То есть, это такой процесс взаимообразный. Нельзя себя ограничивать тем и загонять себя в какой-то логический круг. Это без этого нельзя, а это без этого нельзя, и застрял человек. Читайте. Можете начинать из «Капитала», можете из «Науки логики Гегеля». Важно, чтобы у вас было прочитано и то, и другое. А потом выстроится определённая связь, есть диалектическая основа, а есть не вообще диалектика философская, а диалектика конкретного предмета – политической экономии. Маркс дал диалектику производственных отношений капитализма. Никто лучше этого не сделал. Это пример. Вот люди хотят получить пример. Вот вам пример применения диалектики. Все ходят и ходят. А где пример? Дайте ещё примеры. Вот «Капитал» и есть примеры. Три тома. Не путать с четвёртым томом, так называемым. Иногда его называют четвёртым томом «Капитала». Это три книги теории прибавочной стоимости. Это то, что Маркс вначале написал, и то, что он делал в связи с изучением предшествующих экономических концепций. Это по существу рецензирование и критика этих всех концепций. Он все предшествующие концепции изучил, мало-мальски заметные. И это представлено в виде таких трёх книг, которые теперь иногда называют четвёртым томом «Капитал». Четвёртым они никак не могут быть, потому что они предшествуют вообще всей работе над «Капиталом». А «Капиталу» ещё предшествуют две огромные рукописи, экономически-философские, которые сначала написал Маркс, прежде чем приступить к диалектической обработке полученного материала и к написанию непосредственно «Капитала». Есть ли работы западных экономистов, возможно, закрытая, объясняющая неизбежность победы коммунизма? Какая-то странная вещь. Вот если человек один раз сделал открытие Марксу, то уже никто не может присвоить его, ни Энгельс, ни Энгельс его соавтор, так сказать. Ну, хорошо, вот они вместе это, неизбежность коммунизма доказали. Ну, Ленин-то ведь не считал своей заслугой, что он неизбежность коммунизма доказал. Он просто на это уже опирался, и надо дальше идти, а не сидеть и доказывать 22-й или 23-й раз неизбежность победы коммунизма. Оно неизбежно, конечно, но этого не освобождает от борьбы за этот самый коммунизм, а от и организации рабочего класса, в партию, и для организации политической борьбы за те цели, которые вытекают из экономических интересов рабочего класса. Значит, такой вопрос. Михаил Андрей Бир. Михаил Васильевич, правильно ли я понял, что СССР – это временное название? Если социализм неразвит и коммунизм, значит, СССР – это союз советских коммунистических республик в неразвитой фазе. Можно так сказать. Можно. СССР – союз советских коммунистических республик. Но можно пойти и дальше, потому что Ленин говорил о том, что дело идет к созданию Всемирной Республики Советов, возглавляемой пролетариатом всех стран. Вот так. Димон Димон. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Передайте, пожалуйста, Михаилу Васильевичу вопрос. Капитал можно сразу считать или через 2-3 года, когда прочитаешь и немножко разберешься в науке логики. Если вы прочитаете капитал, он вам поможет разбираться в науке логики. Если вы прочтете науку логики, это позволит вам разбираться глубже в капитале. Поэтому можете и так читать, и так читать. Важно, чтобы в итоге у вас было и то, и другое прочитано. И тогда у вас появится с одной стороны метод диалектический, а с другой стороны вот это блестящее и высоконаучное его применение. Вот то, что позволит вам не гадать и вопросы задавать, а для себя иметь ответы и в смысле значения метода, и в смысле применения этого метода. Тем более, что метод не просто определяется. Метод есть осознание формы внутреннего самодвижения, содержания, изучаемого предмета. Вот не сразу это схватишь. Осознание формы внутреннего содержания. Значит, речь идет о содержании, во-первых. Во-вторых, идет не о мертвом содержании речь, а о самодвижении этого содержания. Не то, что кто-то внешне толкает это содержание, и кто-то его куда-то двигает, а он о самодвижении. А самодвижение имеет источник. А что является источником самодвижения? Я думаю, что люди, даже не изучавшие диалектики, знают, что источником самодвижения является противоречие. Значит, надо изучать противоречие. А что же тогда такое метод? Это осознание формы этого самодвижения. Вот если вы это выразите в понятиях, осознаете формы, вот это и будет у вас метод. То есть, в этом смысле, метод не отделим от познания этого самого самодвижения. Так, даем тепло. И все это написано латинскими. Уважаемый Михаил Васильевич, а что может заставить людей, будь у них возможность брать кредиты по низкой ставке, вкладывая деньги в свои проекты, когда можно будет попытаться накупить долларов в надежде на обрушение рубля? Ведь таких будет немало. Значит, а зачем заставлять людей? Вы дайте возможность людям, которые хотят развивать экономику, хотя бы даже капиталистам, которые организовывают капиталистические предприятия, дайте им возможность создавать и развивать производство, а не губить его и не уничтожать. Потому что им перекрыли все возможности для этого и оставили, так скажем, один путь. Они занимаются как раз вот этими самыми спекуляциями. И пытаются накупить долларов в надежде на обрушение рубля. Вот о чем идет речь. Эдуард Зиемелис. Вопросы для следующей передачи. Хотелось бы узнать определение понятий. Что такое? Первое. Идея. Идея – это такая мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Вот если я скажу, что у меня идея, что потолок белый. Это идея? Нет. А вот идея, что надо изучить науку логики, тогда вы станете диалектиком – это идея. Труд. Второй вопрос. Труд – это целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Более развернутое определение Маркс давал такое. Это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Вот определение труда. Деньги. Деньги – это товар эквивалент. То есть, это не что-то отдельное от товара. Это товар. Но товар особого рода, который обладает свойством всеобщей обмениваемости. И деньги поэтому были разные. Например, шкурки песцов и других пушных зверьков были в России товарами, которые выполняли функцию денег. Или мельничные жернова. Потом серебро, от которого отрубали кусочки. Вот рубль – и есть остаток такой исторический. Остаток – это он говорит о том, что вот рубили серебро. Вот этот рубль – это был кусок серебра, который выполнял функцию денег. И так далее. Время – это одна из форм существования материи. А какая? А такая, которая берет не протяженность в пространстве, а берет последовательность – это такая характеристика, которая показывает изменения, которая связана с изменениями, форма изменения материи. А также чем определяется качество? Только количеством. Качество не количеством определяется. Качество определяется, как определенно взятое, изолировано сама по себе. А количество в известных пределах может не затрагивать это качество. Но за известными пределами, то есть увеличивается, увеличивается количество, меняется и качество. А вот итоговая формула – количество плюс упорядоченность равно качество – неверно. Откуда такая формула, я не знаю. Так, следующий вопрос. Артем Лоск. Я понял, что определение – это качество, которое сохраняет статичность. Почему это оно сохраняет статичность? Почему именно статичность? Не прогибается ни под чем. Все, что входит в взаимодействие с качеством – это правильно. Не может поменять это качество. Это не статичность, а устойчивость такая есть. Из этого определения выходит, что бытие – это любая форма определения. Нет, это не любая форма определения. Или же самоопределение так же, тоже бытие. Вот здесь товарищ Артем запутался. Вот я называю еще раз вот ту формулу, которая приведена в науке логики. Качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием – есть определение. Что такое качество? Это определенность, а не бытие. Определенность. Качество есть первая непосредственная определенность. Так надо пойти назад и посмотреть, что такое качество. А вы начинаете гадать. Зачем гадать, когда написано, что качество – это определенность. И речь идет об определенности. Определенность может быть не только определением. А какой еще? А характер. К сожалению, вот в книжках, в издательстве «Мысль», которые изданы в 70-х годах, вместо правильного выражения характер говорится о свойствах. О свойствах здесь говорить рано. Особойство появляется на самом деле только во втором томе. Учение о сущности. Поэтому, конечно, идея первая в первой фразе у вас правильнее, что это такое качество, которое сохраняется в изменениях, то есть в себе бытие, сохраняется равенство с собой. Но если это мимолетное качество, оно сразу заменяется, переходит в другое, это не определение. И оно прочное, то есть его нельзя так легко изменить. Но, в принципе, изменить можно, потому что раз оно выходит вовне, через в нем бытие, значит, можно через это вне войти внутрь и поменять определение. Вы знаете, что были люди хорошие, а потом стали негодяями. Бывает такое. При рождении, может быть. Менять свое определение. А кто конкретно в США распространитель фашизма? Их государственное устройство предполагает ослабление и ограбление других в пользу увеличения собственного благосостояния или это просто определенная группа лиц, имеющая определенную цель, использующая США как средство для исполнения этой цели? Вот в этом вопросе содержится, я бы сказал, непонимание. Это Чауманью-1. Непонимание того, что речь идет не о США конкретно, а речь идет об империализме. И империализм предполагает, что есть, или означает, что есть несколько крупных государств, кучка государств, которые грабят весь мир. Вот эти крупнейшие государства, которые грабят весь мир, называются империалистическими державами. У этих империалистических держав, которые грабят весь мир, с одной стороны, есть уже твердое воспоминание о том, что лучше не допускать внутри своей страны фашизм, поскольку они даже участвовали в борьбе с фашизмом. Но по отношению к другим странам, как говорится, ничего страшного в этом нет. Ну, не будет Игославии, на Ирак можно налететь, можно Ливию уничтожить. Оттуда побегут беженцы, а можно их потом не пускать в Америку. И пусть они бегут куда угодно, как хотят. То есть, что это такое? Это фашизм на экспорт, мы об этом уже говорили. То есть, такова природа империалистических держав, поскольку они грабители, так сказать, остального мира. Так. А что с точки зрения диалектики придет на смену коммунизму? Спрашивает товарищ Ваттер. С точки зрения диалектики на смену коммунизму придет более развитый коммунизм, потому что коммунизм – это второе отрицание, поэтому оно уже не превратится в другое, потому что первое утверждение был непосредственный первобытно-общинный коммунизм, потом формы частной собственности, то есть, рабовладение, феодализм и капитализм были отрицанием коммунизма, а вот отрицание эксплуатации – это возвращение к коммунизму, раз это возвращение к коммунизму навсегда. Но всегда они в смысле историческом, потому что всякие зигзаги могут быть в истории. Вот, например, в России события пошли вспять, а в том числе потому, что некоторые думали, что прав Хрущев, который говорит, что социализм победил полностью и окончательно. Ничего нет такого окончательного. Но если вы сложите руки и не будете бороться с отрицательными тенденциями, то они возьмут вверх. Светлана Чурякова. Михаил Васильевич, расскажите, пожалуйста, о силе, как отношении целых его частей, о переходе к внешнему и внутреннему, что-то в этом вопросе много неясного. Дело в том, что это написано у Гегеля. Можно это прочитать, ничего тут я особенно сюда добавить не могу. Кирилл Смирнов. Почему верные ленинцы после 1993-го не вернули советы? Потому что верных ленинцев и сейчас мало. Наверное, верные ленинцы должны Ленина хотя бы читать. А почему-то верными ленинцами называли, например, Хрущева. Вот прямо такой штамп был. Верный ленинц Никита Сергеевич Хрущев. Он брак ленинизма. Он главный в марксизме не только не признавал, а отринул его и подобрал даже делегатов 22-го съезда, чтобы выбросить из программы. Так что он враг и предатель, ренегат с точки зрения науки. Бендера Капут. Если в Китае коммунизм становления, то это коммунизм. АМВ говорит, что в Китае нет коммунизма. Нет, я не говорю, что в Китае нет коммунизма. В Китае же становление коммунизма. А раз в становлении коммунизма есть бытие коммунизма, есть ничто коммунизма, есть единство того и другого. Давайте правильно будем понимать становление этой бытие и ничто. Бытие всегда переходит в ничто, а законы физики переходят в ничто. Я не очень понимаю слово «всегда». Зачем его сюда вставлять? Бытие переходит в ничто, этого достаточно. Зачем добавлять сюда «всегда»? Это же вневременной переход. Если вы берете понятие бытие, если вы будете умственным взором его рассматривать, то оно перейдет в ничто, у вас в голове. Но этот переход в голове отражает эти переходы в жизни. Вот там они в течение времени идут, конечно. Тимур Исмайлов. Великолепный выпуск. На примере исторического момента, это имеется в виду о диалекте революционной России, на примере исторического момента диалектика очень хорошо идет. Если можно, этот подход и дальше используйте. Особо интересно, если можно копнуть вглубь косыгинских реформ. Про них и так достаточно сказано, конечно. Но вот если бы далее предложить, какой мог быть правильный путь выхода из этой ситуации, разумеется, на базе класса борьбы и диалектических законов. Мы вот написали с профессором, доктором философских и доктором экономических наук, заслуженным деятелем науки РСФЦР Ельмеевым Василий Акриевичем и доктором экономических наук профессором Долговым книгу «Выбор нового курса». Написали мы ее в 91-м году. И издали в 91-м году в пику книжки Попова Гаврилы, который писал о дезаветизации, идеологизации и так далее. И вот в этой книге говорится о том, что является альтернативой вот этому движению к рынку и развитию товарности, которая приводит к капитализму. Но если коротко говорить, это движение состоит в переходе от стоимости к потребительной стоимости. О том, что сущность социализма, первая фаза коммунизма уже не товарная, и поэтому нельзя критерии товарной здесь применять. Ну и я уже тоже называл статью «От закона стоимости к закону потребительной стоимости свою», которая висит на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии, где говорится о том, что летом 1965 года как бы изображена дискуссия. Три человека в правде выступили – Лев Абрамович Леонтьев, так, член-корреспондент Академии наук, который выступил за прибыль. А у нас до этого было снижение себестоимости главными показателями, которое обеспечивало действительно научно-технический прогресс, рост производительности труда, экономию, а не погоню за ростом цен. Кулагин потом, директор завода имени Свердлова, дескать, даёшь прибыль, и Либерман Харьковский. После этого прошла реформа, так называемая, Косыгинская, то есть пленум был сентябрьский 1965 года, который перевернул нашу экономику, который во главу угла поставит прибыль, с этого времени начинается бурный рост цен и постепенное уничтожение всего того, что составляло целую систему экономии труда, и, так сказать, пошла погоня за дутым валом, за дутый объём реализации, дутой прибылью и так далее. Значит, и этот вот путь, в конце концов, в своём развитии и привёл к капитализму. Евгений Арс. Как что-то может переходить в ничто? Может быть, не ничто, а нечто? Нет, не нечто, потому что нечто – это бытие, а ничто – это именно ничто, то есть отрицание. Вот меня однажды спросили в издательстве, а что такое отрицание? Я так сразу не мог найти, потом покопался у Гегеля и выяснил, что отрицание – это не или ничто, или ничто, или просто не. Поэтому переход идёт бытия в противоположность, в ничто, а нечто – это не противоположность, это определённое наличное бытие. То есть, как-то даже странно, вот у Гегеля показано, что во что переходит, и переходы эти все правильные, а вместо того, чтобы проследить эти переходы, мы начинаем выдумывать и придумывать. Это так не делается в науке. Как бороться, посоветуете? А то всю жизнь слышу, только надо, то надо с чего, а как это сделать – догадайся сам. Из беседы пока я понял только, что надо ждать, когда всё само собой случится когда-нибудь. Ждать как раз и не надо. Я думаю, что у нас уже шла речь о том, что сейчас надо бороться за 6-часовой рабочий день. 100 лет назад был установлен 8-часовой. И уже все условия для этого созрели. Уже колоссальное развитие производительности труда. И вместо того, чтобы сократить рабочий день и разом улучшить условия жизни всех трудящихся, потому что как только у вас сократится рабочий день, если у вас вредные условия труда, вы в них будете находиться меньше. Если у вас монотонный труд, вы им будете заниматься меньше. Если у вас труд нетворческий, вы меньше будете заниматься нетворческим трудом, у вас будет больше поля для творчества. Если вы устаете, вы будете меньше уставать. И тогда вы не засыпать будете над наукой логики, а вы можете спокойно ее читать. И так далее. То есть, вот здесь имеется в виду сокращение рабочего дня, чтобы вы могли организоваться в профсоюз. У вас сокращение рабочего дня, чтобы мы могли участвовать в деятельности партии рабочего класса. То есть, чтобы рабочий класс мог из класса в себе стать классом для себя. То есть, таким классом, который сам определяет свою судьбу, а не влачит свое жалкое существование, поскольку его подавляет буржуазия как эксплуататорский класс. Вот для того, чтобы по этому поучаствовать, для начала можно зайти на сайт московского отделения фонда рабочей академии. Там в левом верхнем углу написано «общественная инициатива». Кто с этой инициативой выступил, я не знаю. Но инициатива очень хорошая, там написано, что идет голосование, вы можете поучаствовать в голосовании, зарегистрировавшись на сайте госуслуг. Это вот некоторая преграда. То есть, придется идти в многофункциональный центр и подтвердать, что вы – это вы. Ну, такой шаг можно сделать ради такого хорошего дела. Если 100 тысяч проголосует до октября 2017 года, то эта инициатива должна быть рассмотрена на государственном уровне федеральной. Ну, вы, наверное, понимаете, что как бы на каком уровне она ни рассматривалась, вряд ли буржуазия современная заинтересована в том, чтобы сокращать рабочий день. Вспомните, инициативу Прохорова сделать, наоборот, 12-часовой рабочий день и 60-часовую рабочую неделю. Так что мы знаем, к чему они стремятся, чтобы вы работали, пока не умрете. А если умрете, пенсию не надо будет вам платить, это даже очень здорово и хорошо. Поэтому и собираются передвинуть, в том числе и Кудрин, и другие певцы рыночного, раньше социализма, а потом капитализма, из высшей школы экономики, хотят обязательно передвинуть пенсию, увеличить ее, чтобы люди умирали раньше, чем они будут получать пенсию. Это будет давать колоссальную экономию средств. И вообще, все будущее нашей экономики, оказывается, зависит от того, чтобы заставить работать пенсионеров до того времени, пока они не умрут. И тогда, значит, до этого времени пенсиям не платить. Это раз. Второе. Значит, есть деятельность Фонда рабочей академии. Пожалуйста, вы в ней можете участвовать. А именно, в каких форумах? Ну, во-первых, изучать соответствующую науку. То есть, есть вот Красный университет Фонда рабочей академии. Пожалуйста, заходите на len.ru или на Красное ТВ, записывайтесь в Красный университет, занимайтесь, изучайте три источника, три составных части марксизма. Далее, есть Рабочая партия России. Пожалуйста, в Народной правде, которая, если у вас нет в бумажном виде, вы можете найти ее на сайте Фонда рабочей академии. На этой газете есть перечень телефонов, куда обращаться для того, чтобы вступить в Рабочую партию России. Пожалуйста. Это общественное объединение, вы можете в этом участвовать. Поэтому вовсе из беседы не следует, что надо ждать, когда все с собой случится когда-нибудь. Но вы поставили вопрос, я вам на него отвечаю. Так, при всем уважении к ведущим, но возвышает Сталин тот, кто не пострадал при его правлении. Я думаю, что Сталин не из таких людей, которых нужно особо возвышать, потому что возвышать нужно каких-то мелких людей. Сталин и так велик, и поэтому будете вы его возвышать, не будете вы его возвышать, ничего подобного. Здесь, правда, вот вы рассуждаете, что за неучтенные колоски, найденные у колхозников, можно было получить до 10 лет лагерей. Ну, я сам родился в деревне, мой двоюродный брат там работал в совхозе, инвалидность получил. Вот, при этом он украл однажды два мешка пшеницы. И он не дали ему 10 лет лагерей, он отсидел два года. После этого он, без всякой ненависти к советской власти, продолжал успешно трудиться. И усвоив для себя, что не надо тащить колхозное добро. И не надо тут всем рассказывать, что за два колоска давали 10 лет лагерей. И вы начитали Солженицын. Это лгун, лжец. Не надо, так сказать, слушать его фантазии антисоветские. Паспортажи крестьянам не выдавались. Ну, это какая-то вообще ахинея. Вы же, наверное, знаете, что сколько жило раньше, скажем, перед войной, большинство жило в деревне, а после войны уже большинство жило в городах. Ну, эти все люди, которые жили в это, им всем выданы паспорта. Я однажды присутствовал в своей деревне, где я родился, на собрании, где решался вопрос о том, что вот три девушки, они собрались переехать в город и просили, так сказать, оформить им паспорта. Пообсуждали этот вопрос и выдали им эти паспорта. Я не знаю, чем вы руководствуетесь. Кого-то вы слушаете, кому-то вы верите. Ну, значит, были всякие люди, были и ошибки, были и злоупотребления. Я думаю, что без борьбы не проходит. И кроме всяких людей добрых и порядочных, есть всякие негодяи. А есть ошибки порядочных людей. Все это надо конкретно учитывать. Так, вот и следующий вопрос такой. Александр Медведь. Здравствуйте. Не знаю, прочитает ли мой вопрос, Михаил Васильевич, но интересно, как разрешить такую проблему, что даже в справедливом и социалистическом обществе невозможно искоренить эксплуатацию одними и других, поскольку всегда есть те, кто равны, и те, кто равнее. Поскольку сущность человека не искоренить, то идея коммунизма, утопия и СССР был обречена. Во-первых, начнем с последнего. А что у вас сущность человека? Вот у Маркса сущность человека называется общество. То есть, сущность человека общественная. И чего хотите ее искоренять? Вы что, хотите ее, что ли, антиобщественной брать? То есть, вам кажется, что человек по природе антиобщественный? Ничего подобного. Он изначально родился в обществе, в общине, и он и живет в обществе, и поэтому сущность его общественная, а форма, может быть, его не общественная. Так что идеи коммунизма и СССР не были обречены, и напрасно вы каркаете здесь, так сказать. И так уже у нас поражение, а вы еще каркаете, как бы, в связи с поражением социализма. Во-вторых, неверно, что социализм – справедливое общество. Читайте «Государство революции», Ленин, там написано «Справедливость и равенство». Первая фаза коммунизма дать не может. Неравенство остается, и неравенство несправедливое. Возьмем распределение по труду. Это применение одинакового масштаба к различным людям. Это чисто характерно для буржуазного подхода. Поэтому это «буржуазное право» при социализме. Почему оно буржуазное? Потому что один человек здоров, другой болен. У одного много детей, у другого мало. А получают они независимо от этого. Одни и те же деньги, скажем, за один и тот же труд. Поэтому справедливости и равенства нет еще при социализме. Поэтому и борьба идет за переход социализма в полный коммунизм. Вот когда будет полный коммунизм, то есть, когда исчезнет деление на классы полностью, а оно исчезло только в плане отсутствия эксплуатации. А вы говорите об эксплуатации одних другими. Нет эксплуатации одних другими при социализме. А неравенство еще остается. Это, я бы сказал, неграмотные рассуждения. Прочитайте работу Ленина «Великий почин и государство революции». И вы этой неграмотности и глупости говорить не будете, уважаемый товарищ. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, речное русло – это река или не река? Ну, речное русло входит в понятие реку. Если я у вас скажу, это рука, она входит в ваше понятие человека. Конечно, входит и рука, и голова, и ноги. Все входит в понятие человека. Или русло тоже. Александр Русский. При всем уважении, совершенно искренним гостю, но не заставишь рабочий класс в своей массе читать философ. И не надо заставлять. Я категорически противник того, чтобы заставлять читать. Но мы отбиться сейчас не можем от тех, кто читает как раз науку логики, и требуется, что их с участием облегчили, помогли им в этом деле. А зачем это мы еще кого-то будем заставлять? Ну, кто не хочет, и не надо. Кто считает, что гегелевская диалектика не является развитием? Ну, так и считайте, не занимайтесь, выбросите науку логики, продайте ее, отдайте тем, кто будет читать. Не надо заниматься, если вам не нравится это дело в науке, надо иметь желание, иметь хотение, стремление. А если у вас это противно делать, ну, это все равно как вот с женой жить, которая вам противна. Ну, не живите, разведитесь, идите в другое место. А что вы тогда занимаетесь этой наукой логикой? Вот я много уже читал таких вопросов, что это плохо, зачем вы это изучаете, зачем вы это даете? Да не берите и не смотрите. Выключите сейчас компьютер, и все на этом, и вы победили меня. А другие, кому надо, те пусто смотрят. А вы откройте там про инопланетян, как они нападают на Чертанова, а Чертанова активно сопротивляется. И будет хорошо. Можете видеть, какие были дураки наши предки, какие они были грязные, как свиньи. И смотрите это дело. Тема разведопроса. А диалектика перехода коммунизма в капитализм. Так. Михаил Васильевич, Берия. Опять говорит. Михаил Васильевич, здравствуйте. Категорически прошу вас ответить на вопрос, что имел в виду Маркс, когда говорил, я больше не марксист. Маркс никогда такого не говорил, а вот вам я советую. Если вы хотите что-то сослаться, что Маркс говорил, Энгельс говорил, вы всегда это проверяйте. Потому, что в литературе люди настолько неточны, особенно потому, что они не привыкли к точным формулировкам. Не могут запомнить фразы. И у них в голове все время переворачивается, как только они пытаются излагать. Я вам скажу, что говорил Маркс. Маркс говорил, что если вот он о всяких людях, которые клянутся, что они марксисты, извращают его учения. Вот он говорит, что если это марксисты, то я тогда не марксист. Вот что он говорил. А вы написали, что я больше не марксист. Что он отказался от марксизма, что ли? Ну, что вы говорите? Так. Звер-панк. Камрады, посоветуйте. Статьи или книги о борьбе с противоречиями. Ну, вы даете. Как это бороться с противоречиями? Ну, как можно бороться с противоречиями? Если противоречия, они в сущности есть. В сущности. Все противоречиво. С ними бороться бесполезно. А вот если речь идет об общественных противоречиях, надо определить, на какой стороне в этой борьбе вы находите. Не выскочите с противоречий, а занять правильную позицию. Вы за фашизм или против фашизма. Вы за трудящихся или за капиталистов. Вы за жуликов и тунеядцев. Или за людей труда. Вот надо тут что сделать, а вы собираетесь бороться с противоречиями. Что с ними делать при коммунизме? Да никто вас не спрашивает, что с ними делать, потому что они существуют объективно, и делать с ними ничего не надо. А все противоречия разрешаются, и вы можете участвовать в этом разрешении противоречий. Вот у меня целая книга написана на тему планомерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма. Вот там написано то, что нужно делать с противоречиями, как вы говорите. Почитайте и узнаете. Я понимаю, что необходимо удержать форму при наличии противоречий, но если пойдет тенденция их накопления... Я не понимаю, что такое накопление противоречий. Накопить можно деньги, а противоречия могут обостряться. Например, если у нас с вами сейчас идет словесный спор, но он сейчас неравноправный, потому что я вот тут у микрофона, и меня показывают, а вы вот только можете написать в комментариях. Поэтому в этом споре вы тут проигрываете, конечно, получается так, но из-за условий этого противоречия. Но в принципе, если речь идет о борьбе противоположностей, вот обмен мнениями – это спор. Спор – это разногласие. Я глашу одно, а вы гласите другое. Но если это различие мнений переходит уже, противоречие переходит из спора, то есть, из различных утверждений к совсем другим формам, от силы и аргументов к аргументам силы, и мы начинаем кидаться утюгами друг в друга, ну, это называется тогда конфликт. У нас конфликта с вами нет. А у нас с вами есть попытка совместно разобраться в довольно сложном таком предмете, как диалектика. Я думаю, что мы здесь с вами не антиподы, а союзники, и мы немножко по-разному к этому подходим. Но еще неизвестно, может, вы к моему возрасту будете гораздо лучше понимать диалектику, чем я. Я вам это желаю. Ее мод. Если по Марксу изменение способа производства неизменно вызывает смену всего общественного строя, то какая смена способа производства случилась в 17-м году в октябре? В 17-м году в октябре случилась не смена способа производства, а случилась смена политической власти. И как только сменилась политическая власть, началось становление нового способа производства, гуманистического. Так что смена производства не случилась, а началась. У вас получилось, что сразу в 2017 году прямо в октябре уже другой способ производства. Да, появился он уже, но только в становлении. Он появился, а ещё не сменился капитализм, потому что присутствовал капитализм, в декабре был полностью капитализм, в январе 2018 года национализация, появилось пять укладов – патриархальный, мелкотоварный, частнохозяйственный, государственный капитализм – это национализированные предприятия, а ведут себя так, как частные предприятия, только прибыль от этого государства, и коммунистический уклад. И вот когда коммунистический уклад победил к концу 20-х – начало 30-х годов, и победил и в промышленности, и в сельском хозяйстве, вот уже новый способ производства тогда стал наличным бытием, а не случилось это в 2017 году в октябре. Хорошо было бы, если бы просто путём политической революции можно было сменить способ производства, это большое дело. Квадрат 401 – как соотносится диалектика с формальной логикой? Формальная логика включается в диалектику, потому что диалектика – снятие формальной логики, отрицание с удержанием, более богатая логика, вот и всё, более развитая. В каком случае лучше применять диалектику, а не формальную логику. Там, где у вас речь идёт о какой-то стороне какого-либо предмета, о стороне, ну и развивайте тут формальную логику. Если вы берёте противоречия, здесь вы не обойдётесь без диалектической логики. То есть, ничего живое вы без диалектики изобразить не можете, ни историю, ни живой организм – это невозможно. А какие-то стороны его, ну, можно, вот если, скажем, я твёрдое тело, то если я выпрыгну из окна, то я точно упаду вниз, поэтому не советую прыгать там с пятого, с седьмого, восьмого этажа. Прыгайте с первого тогда, ничего страшного не будет. Так, РТА Сум. Помогите, пожалуйста, разобраться. Возможно, укажете, где я ошибаюсь, и у меня неверное понимание вопросов. Вот в позднем СССР, несмотря на то, что классы были уничтожены, начался дрейф в сторону капитализма. Это неверно, что классы были уничтожены. Читайте «Великий почин» Ленина, там написано, что для полного уничтожения классов надо уничтожить различия между людьми физического, людьми умственного труда и городом, и деревней, поэтому до полного уничтожения классов было как до неба. И Ленин указывает, что это дело очень долго, и даже никаких сроков не намечал даже, и не брался, потому что считал, что это, ну, шарлатанство, указываешь, какие сроки. Поэтому классы не были уничтожены, и началось обратное классообразование. Если эти классы были в отрицании, в уничтожении, потому что уничтожение классов, социализм, если не уничтоженные классы, а уничтожение классов, такая форма была применена Лениным, то пошло наоборот – уничтожение бесклассового общества. А дрейф в сторону капитализма начался тогда, когда власть рабочего класса сменилась на диктатуру буржуазии. Общество расслойно на управленцев, которые не имеют собственности, но ближе к распределительной машине пролетарского государства и трудяк, который подальше от распределителей. Вот тут где-то вы ухватили самую суть. Вот это разделение на тех, кто ближе к управлению, к распределительной машине. Если контроля нет со стороны рабочего класса, то эти люди могут оторваться и стать особым классом, чем они и стали. Так, и как правильно объяснять происходящие процессы? Первые инициировали процессы, приближающие нас к светлому капиталистическому будущему. Но почему вы светлые пишете без кавычек? Я думаю, это в темном они вас. Так как хотели получить собственность и видели себя как будущий класс буржуазии, потому проводили политику не существовавшего СССР-класса, а вторые просто стали жертвой пропаганды первых. Ну хорошо, раньше вы были жертвой, а сейчас мы будем продолжать оставляться жертвами или начнем сами разбираться в тех процессах, которые идут? Вы спрашиваете, зачем это вот все изучать? Да чтобы вас не дурачили на каждом шагу, чтобы не обманывали. Потому что вас водят, как дураков, за нос. Все эти пропагандисты буржуазного класса, им за это платят деньги, и большие, во много раз больше, чем вы получаете. Поэтому лучше почитать науку логики, и на этом, как говорится, сэкономить себе очень много, потому что вас не начнут, не смогут уже так обманывать, как до этого времени обманывают. Ерикс или Ерукс? Нет, Ерикс все-таки. Какие теории выдвигаются современные буржуазные философии, противовес диалектике марксизма? Оживились, и материализм не диалектический, такой как фейербаховский, созерцательный, обычно вот исследует, 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 она ничего делать не собирается, ничего менять не собирается, все изучает, 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 бесконечно изучает, никакого движения вперед нет. Это один вариант. Второй вариант – идеализм, что вот идеи, там есть вот три вида бытия, вот бытие, так сказать, как материальное, потом, значит, бытие головное, и еще какой-то вид там бытия трансцендентное, ну, как бы стыдно им говорить о Боге, но они вместо Бога говорят трансцендентное, или высший дух, или высшие силы, и так далее. Отсюда и связь с религией, т.е. у нас какой-то ренессанс. Казалось бы, если буржуазные строят, то надо отделить церковь от государства, школу от церкви, а у нас идет обратный процесс, у нас более реакционный строй, чем во Франции был в период великой французской буржуазной революции, у нас эти самые духовники, они просто заполонили все. Ну, пожалуйста, у нас всегда религия была частным делом, да веруйте, кого хотите, только не мешайте, так сказать, строительству лучшей жизни для других людей. Нет, давайте нам все, будем все загребать, и будем все излагать с позиции той или иной религии. Отсюда драка представителей разных религий, и государство будет раздирать. Ну, есть еще и субъективный идеализм, т.е. есть только я и и вот мои субъективные представления, и надо брать, так сказать, за основу. Поэтому не надо думать ни о какой истине, не надо думать о том, будет истина, нет истины. Обратите внимание, вот скажем, особенно это в деятельности целого ряда учреждений, вполне буржуазных, пропагандистских, как эхо Москвы, дескать, давайте мнение изучать. Иванова, Петрова, Сидорова, особое мнение, а самое ценное – это особое. Не истина их интересует, а особое мнение. Я уже говорил, что у меня есть особое мнение, что долны 50 километров. Ну, и другие могут дурацкие особые мнения выдвинуть. Ну, в этом-то какая ценность? Никакой ценности, болтовня. Но это не просто болтовня, надо в этих мнениях утопить истину. Еще очень модным стала пропаганда так называемого дилетантизма. Кто такой дилетант? Скажите, пожалуйста, дилетант – это человек, который ни в чем не разбирается. Так у нас есть целый журнал «Дилетант», и там собираются конференции дилетантов, люди, которые ни в чем не понимают, не разбираются, и которые и не хотят разбираться, которые хотят утопить истину в куче всяких разных мнений, взглядов и сомнений, вот эти люди правят в бал, и они хотят быть учителями молодежи. Поэтому против них только одно есть оружие. Вот тот же Гегель, идеалист Гегель, он был за истину. Если он истину понимал не материалистически, а идеалистически, ее надо понимать материалистически, но за истину надо сражаться, и только истина противостоит лжи. Бесконечных неверных направлений движения моря. А правильное направление истинное – одно, поэтому правильное движение и правильное направление истинное правление – это бесконечное отрицание всех остальных. Поэтому мы должны стремиться к истине, и возвышать истину, и служить истине. Вот тогда это будет прогрессивно. Так, товарищ Беломор, 1978, да еще 28. Какие произошли изменения производственных сил, достаточно для руководства феодализма к коммунизму? Такого понятия производственной силы нет. Обратите такие, что у нас все нынешние производительные силы требуют общественного применения. Они все приспособлены для того, чтобы использовать их в масштабах всего общества. И они рассчитаны на производство. Скажем, в Китае производится на весь мир, в Японии производится на весь мир, там, в Южной Корее на весь мир, в России нефть на весь мир норовит все производить и так далее. Ну, а скажем, то, что делается у нас в области космической, тоже в этом смысле рассчитано на то, что это делается в целях осуществления целей человечества, а не только России. Так, Михаил Васильевич, понятно, что бытие определяет сознание. Это неправильно. Откуда вы это взяли? Нигде это не написано, и никто это такое не говорил из философов. Бытие не определяет сознание. Бытие первично, а сознание вторично. Это да. То есть, на это так делится, так выделяется материализм. Материализм говорит, что бытие первично, а сознание вторично. Сознание отражает бытие. Дальше. Есть идеализм, который говорит, что идея первична, а бытие вторично. Вот это одно деление. А по отношению к истории есть такой тезис, он правильный. Общественное бытие определяет общественное сознание. Общественное бытие. А вы взяли, что бытие? Это что, какую колбасу я съел, такое у меня есть сознание, что ли? Или я мало колбасы съел, а у меня сознание стало пролетарское? Больше колбасы съел, а у меня сознание стало буржуазным. Это глупости. Бытие не определяет сознание. Бытие декабристов было вполне феодальное, а они выступали за освобождение крепостных крестьян. Они выражали интересы крестьян, народа трудового. И интересы буржуазии тоже выражали. Не будучи буржуа, а Энгельсов чьи интересы выражал? Какое у него было бытие? Папа у него был капиталист. Сам он стал капиталистом, когда папа умер. Так что, его бытие определяло его сознание? Ну, это глупости. Его сознание определяло его бытие, а его бытие было бытие вождя рабочего класса всего мира. Неверный этот товарищ Славрин. Есть ли в капитализме какие-то раски коммунизма? Конечно, есть. У нас столько бесплатно, например, уже по скайпу можно бесплатно разговаривать. Это раски коммунизма. Ватсап тоже позволяет разговаривать бесплатно, а, наверное, за нами следить еще. То есть, есть, конечно, раски коммунизма, но они сочетаются, раз они в капитализме, они сочетаются с чем-нибудь другим. Есть и понижение цен, вы наблюдаете, например, в области всякого рода компьютерной техники. Одновременно с ростом цен. Но это как бы другие уже виды. Общественный характер производства – это не такой росток коммунизма, это вообще основа. Сейчас обострилось противоречие между общественным характером производства и частной капиталистической формой присвоения. Империализм созрел для перехода в коммунизм. Вообще империализм называется такая стадия капитализма, когда имеется монополии крупнейшие, а уже не рынок определяет, а борьба этих монополий, ход развития экономики. Имеется тенденция к превращению экономики капиталистической в единую монополию, а единая монополия, но обращенная на пользу всего народа означала бы социализм, как писал Ленин. А вот ваше предположение, что к росткам коммунизм можно отнести предприятия, в которых присвоение прибавочной стоимости частным лицом не происходит. А каким происходит? Так у нас акционерное общество – это не частное лицо, а там и целая группа лица, а не сообща. Можно сказать, что у них такой капиталистический коммунизм, они вместе присваивают, но они вместе сидят на шее у рабочего класса, ничего тут коммунистического нет. В Израиле существуют кибуцы, можно ли считать их ростками социализма? Нельзя их считать ростками социализма, потому что коллективные хозяйства, коллективные хозяйства, кооперация – это коллективный капиталист, только и всего. Я – коллективный работник, сами у себя они работают, и сами они же и капиталисты. А вот тогда, когда есть уже собственность государства рабочего класса, тогда вот эти коллективные хозяйства могут стать формой общественной собственности, и тоже направлять производство в интересах общества. Рутений. Раз Михаил Васильевич читает вопросы и готов их разобрать, то хотелось бы у него спросить, много говорят об МТС и ликвидации Хрущева, но в вопросе крестьянства самым логичным было бы превратить общество в сельские пролетариаты, лишив возможности работать на рынок. Ловко вы хотите обращаться с крестьянством. Вы спросили крестьян, хотят они превращаться в пролетариат. Поэтому, во-первых, вы тут собирались лишать возможности работать на рынок, у нас уже не рынок действовал, у нас была кооперация в масштабах всей страны. Поэтому это хозяйство, колхозы хозяйствовали по плану по-единому, и этот единый план до них доводился в виде контрактации или в виде таких заданий, под которые давала соответствующая техника. То есть, не надо так вот давить уже совсем на крестьян, лишить их, отобрать, заставить. Они и с лесами в колхоз их побуждали, но не заставляли. Дмитрий Юрьевич, вы гостю хороший вопрос задали про то, как такие как Хрущев могут прийти к власти. Если рабочий класс не будет сам контролировать свою власть, то такие Хрущевы будут приходить. Поэтому надо контролировать, чтобы это делать, рабочий класс должен свое сознание, классовое, развивать. А чтобы развивать классовое сознание, давайте будем изучать диалектику и изучать ленинизм. Вот тогда у вас знамекения не проведешь. Попов говорит о том, что труд, Игорь Михайлович Харитонов, что труд при социализме не товар. Я такого вообще не говорю. Труд – это не предмет. Труд не продается, продается рабочая сила. Вот рабочая сила при социализме не товар. Более того, товарное хозяйство на том этапе его развития, когда рабочая сила становится товаром, называется капитализмом. Вот это я говорил. Фео Влад. При социализме нет антагонистических классов. Не согласен. Ну, не согласны, не согласны. А кто-то не согласен, что дважды два-четыре. Что такое антагонистические классы? Это классы, интересы которых противоположны. А у рабочего класса и крестьянства колхозного непротивоположные интересы. Есть различия в интересах. А вот противоположность здесь можно понимать так. Если крестьянство во главу угла поставит свои интересы, т.е. будет бороться за приоритет интересов крестьянства, а рабочий класс будет бороться за приоритет интересов рабочего класса, то при такой постановке вот эти две позиции являются антагонистами, они противоположны. Поэтому приоритет интересов рабочего класса должен быть всеобщим и для рабочего класса, и для крестьянства, и для интеллигенции. Если интеллигенция не хочет служить рабочему классу, она не социалистическая интеллигенция, а буржуазная, хотя бы она сидела в социалистических кабинетах, и даже наверху развиваются красные флаги. Фаил Валиев, господин Михаил Васильевич, такой вопрос, как происходит переход чистого бытия на наличное бытие? Это, я бы сказал, абаркадаббра. Нет такого перехода чистоого бытия на наличное бытие. Нет такого перехода. Вообще нет такого. Переход чистого бытия переходит в чистое ничто. И всё, больше чистое бытие ни во что не переходит. Дальше мы двигаемся и уже дальше доходим уже до наличного бытия, если очень кратко излагать этот путь, он такой, чистое бытие переходит в чистое ничто, а чистое ничто в бытие, в бытие в ничто, ничто в бытие, значит, нет отдельно ничто, нет отдельно бытия, есть движение исчезновения бытия в ничто, и ничто в бытии, становление это, называем это становлением, в становлении есть два момента, то есть, неразрывно связанные друг с другом противоположные движения переход бытия в ничто это прихождение переход ничто в бытие это возникновение возникновение и прихождение вот моменты становления но возникновение это ничто переходящее в бытие а прихождение это бытие переходящее в ничто значит они в становлении и бытие и ничто исчезают а значит исчезает и само становление значит становление себя отрицает от отрицание становления является снятием, оно не растаптывается, не исчезает, не испаряется, а оно теперь превращается в наличное бытие, в наличное бытие есть результат снятия становления, вот мы и пришли к наличному бытию, если это хотели вы получить, вот тогда я вам это написал, но вы пишете, Гегель какую-то ахинею нес, я ничего не понял, я могу только сказать, что вы никакую ахинею не несли, а все поняли, вот на диалектическом языке, я думаю, каждый разберется, что это означает, а че, Михаил Васильевич, огромное спасибо за ваше наставление, а за сердце и манеру, с которой вы это делаете вдвойне, Михаил Васильевич, если вы тут читаете, объясните, пожалуйста, бытие, ничто, ничто, бытие, это диалектический буддизм получается? Да не получается буддизм, буддизм вообще ни при чем, дело в том, что и в религии, в разных религиях так или иначе эти моменты тоже находят свое отражение, потому что религия это одна из форм постижения мира. Евпатий Дубинин. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, задаю вам и прошу по возможности адресовать Михаила Васильевичу следующие вопросы. Первое. Являются ли современные профсоюзы той организованной силой, которая реально представляет интересы рабочего класса, каковой они являлись на рубеже 19-20 веков? Возможно ли, в принципе, другая форма организации рабочего класса? Ну, вот применительно к живому организму, вы понимаете, есть мозг, а есть легкие, есть желудок, есть пищеварительный тракт, то есть, если вы берете классовую борьбу, то вы не должны сводить эту классовую борьбу к деятельности только каких-то одних видов организации, например, профсоюзы – это первые, самые первые шаги или самый нижний уровень организации рабочего класса. В профсоюз люди соединяются для ведения экономической борьбы, это вот, так сказать, объединение. Ещё в нищете философии Маркс писал, что первое, за что начинают бороться рабочие – за свою зарплату, а потом они понимают, что мы свою зарплату увеличить не можем, если мы не объединимся в профсоюз. И вот объединение по профессиям, т.е. по профессиональные союзы – это вот то объединение, которое потом рабочий класс ценит выше, чем борьбу за зарплату, потому что если он объединится в профсоюз, он добьётся повышения зарплаты, а будет бороться за зарплату в одиночку или порознь, не объединившись в профсоюз, не добьётся, но если он будет бороться только вот за свои экономические требования, за повышение зарплаты, т.е. за цену своей рабочей силы, за её повышение этой цены, то он будет всё время находиться в эксплуататорском обществе, а ему нужно ликвидировать саму продажу рабочей силы, чтобы он был хозяином страны и никому свою рабочую силу не продавал, а свободно её использовал в интересах развития всех, поэтому нужно уничтожить саму эту продажу, это невозможно сделать без партии рабочего класса, поэтому профсоюз профсоюзом, но нужно создавать партию рабочего класса, партия рабочего класса в становлении имеет место в России, но она не создана, потому что, если бы она была создана, у нас движение совсем по-другому шло, но надо в этом участвовать, идите в партию рабочего класса, пожалуйста, читайте, смотрите, идите в рабочую партию России, мы вас приглашаем, пожалуйста. Так, второе, в преддверии революции 20 века бытовала фраза «призрак бродит по Европе», признак коммунизма, считаете ли вы, что призрак коммунизма бродит по миру в наше время? Он уже не бродит, он уже осел в Китае, в Вьетнаме, в Корее, в Лаосе, он осел на Кубе, а у нас уже так сложились обстоятельства, что доверились предателям коммунизма, не контролировали снизу то, что делают верхи, утратили тот аппарат, который помогал этот контроль осуществлять, советы, то есть советы, которые сбирались по коллективам, по фабрикам и заводам, вот получили отрицательный результат, в этом смысле он бродит, то есть от нас он ушел, и сам он не придет, потому что он уйти легко, а прийти он не придет сам по себе, для этого нужно снова вести классную борьбу. Так как информационные продукты, интеллектуальная собственность становятся в наше время эквивалентом капитала и средств производства, а с чего вы это взяли? Ну, это совершенно неверно, никогда они эквивалентами средств производства не были и не будут, потому что средства производства – это материальные продукты, а интеллектуальные продукты – это идеи, не путайте идеи, не надо идею колбасы смешивать с колбасой, идеи машины с машиной, идею станка со станком, ну, это же просто грубая такая вот философская ошибка. Так, где в современном мире проходят классовые границы? Является ли рабочий класс? Классовые границы проходят… Вы знаете, что такое граница? Граница – это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Например, если вы имеете таких представителей умственного труда, которые одновременно выполняют непосредственно производительные функции, то производят какие-то материальные блага. Например, конструктор, который сам вытачивает какие-то детали для того, чтобы ускорить процесс, не просто передаёт рабочим, а сам становится к станку. Или рабочий, квалифицированный, который не только выполняет то, что написано в чертеже, а ещё помогает исправить чертёж и выполняет те интеллектуальные функции, которые формально должны выполняться совсем не рабочими. Вот все эти люди принадлежат границе, эта граница всё время расширяется. Вообще, вот движение к полному коммунизму состоит в том, чтобы все совмещали в себе функции и непосредственно производительного работника, материально-производительного, и человека, который является работником интеллектуального труда. В этом смысле, чтобы все стали границей, поэтому не было деления на рабочий класс и интеллигенцию. Вот это означает уничтожить противоположность между людьми физического и людьми умственного труда. К этому надо стремиться. Это позиция. Так. Какие современные страны, тот же товарищ спрашивает, товарищ Дубинин, вы видите наиболее перспективную для перехода фазу коммунизма? Наиболее перспективной для перехода фазу коммунизма сейчас является Северная Корея, потому что никто ближе к неё, а она находится, во-первых, в фазе коммунизма, но фаза первая. Они просто… Коммунизм не фаза. А в коммунизме есть две фазы. Нижняя фаза и верхняя фаза. Неразвитый коммунизм, т.е. социализм, и полный коммунизм. Т.е. вот вторая фаза. Так. Выражаю благодарность вам и всему коллективу Тупичка за просветительский труд. Здоровье вам в благополучии. Я думаю, что я могу то же самое пожелать и всем тем, кто взялся изучать такое нелёгкое дело. Эдуард Александрович, коммунизм – это утопия. Ну, если вы всё знаете, зачем вы сюда пишете? Ну? А я вот, Эдуард Александрович, скажу, а то, что вы написали, просто чепуха. Он недостижим для человека в его теперешнем виде. Кто теперешний вид? Коммунизм в теперешнем виде или человек в теперешнем виде? Вы сначала сформулируйте хорошо. В СССР был социализм. От каждого по способности, каждому по труду. Вы не попали в точку, потому что у вас получается социализм такой, что от каждого чего-то берут по способности. Чего у него по способности берут? Неправильно формулируете. Социализм означает, что каждый по способностям, сам должен человек работать, сам, и не из-под палки, из потребности труда на благо общества, каждый по способностям, каждому по труду. А у вас от каждого по способности. Следите за словами. Коммунизм же заявлял, от каждого по способности, каждому по потребности. Не заявлял этого никогда коммунизм. состоит в том, чтобы каждый трудился по способностям, а получал его потребности. А дальше? А где границы этой потребности? Что значит границы? По потребности не о границах идёт речь. Тому надо больше давать, у кого потребность больше. Если у вас семья 10 человек, а у меня один, вам надо дать в 10 раз больше. Что тут непонятного? А сколько у вас продуктов? Сколько есть, сколько произвели. Вот их разделите так, чтобы больше получил тот, у кого больше семья. А сейчас у нас разделяются материальные блага так, что у кого... И так, значит, и машины, и пароходы, и банки, и предприятия, вот им всё остаётся в основном. А остальным – огрызки. По 5 тысяч давали пенсионерам. Это целой думе, решали, какое мероприятие. 5 тысяч, чтобы сэкономить, чтобы не дать индексацию. В этом за прошлый год. Илья Князев. Но по-иностранному написано. Наверное, на русском не выразить. Гость говорит о том, что сейчас будет использовать чисто формально-логический подход, который является частью общенаучной группы методов. А дальше в своём рассуждении использует диалекцию, которая входит в группу философских. Я не понимаю, что это за общенаучная группа методов. Это вы тут придумали такое деление. Я же говорю, что формально-логический подход, а логика есть. Бывает логика диалектическая, а бывает логика формальная. Так вот я и формально должен подходить диалектически. То есть, я должен вскрыть противоречия. Вот и всё. Так, Феолат. Приветствую. Справедливо ли моё суждение относительно средств производства человечеством запрещены только капитализм. В него включаю в том числе и родовладельческий строй, феодальный строй и коммунизм. Ну, правильно, да. Всего есть два типа общества. Либо коммунизм, т.е. строй, основанный на общественной собственности. Это либо первобытная община и коммунизм, либо коммунизм, который является отрицанием отрицания, т.е. отрицанием частнособственнического строя. Или частнособственнический строй, родовладельческий строй, феодальный строй и капитализм. Да, это правильно. Мирель Лесканф. С трудами Сергея Георгиевича Карамурзы знакомы. Как-то совсем расходится Михаил Васильевич Попов. Да, расходится. Как только я увидел, что Сергей Георгиевич Карамурзы решил, что он выше Маркса, мне стало неинтересно его читать, и я больше его не читаю. Александр и краткая. Чем коммунистическое общество отличается от анархического. В обоих случаях ведь нет государства. Коммунистическое общество вообще оно бывает, анархического общества не бывает. Анархическое общество бывает не как идея анархистов, когда они думают, что классы еще не уничтожены, классы есть, а государства нет. Это вот утопический идеал анархистов. А у коммунистов государства нет тогда, когда нет нечего подавлять, когда нет таких явлений, которые требуют государственного, т.е. классового принуждения. Ну, нет, классового, поэтому не может быть классового принуждения, поэтому государство коммунистическое, оно отмирает, и оно не отменяется. Ну, не будет убийцы, не будет и наказаний за убийство. Или, как говорит социалист Поль Галей, пусть смертную казнь отменяют, господа убийцы. Так, SH. Как известно, в основе строя лежит материализм. Что это такое, что в основе строя лежит материализм? В основе строя лежит производство, а не материализм. Логика и образование граждан. Логика и образование граждан основятся к идеологической настройке. Это будут наиболее правильно понимающие, как надо реформировать коммунизм. Теперь уже и коммунизм хотят реформировать. Реформируют – это те люди используют такую фразу для того, чтобы не говорить, что они делают. Они что-нибудь ломают, портят, и говорят – реформируют. Давайте я возьму вашу машину, оторву у неё два колеса спереди и ещё одно сзади, и пилой электрической болгаркой выпилю большое отверстие у вас сверху, чтобы вам лучше было дышать. Будет реформирование. Собственно, вопрос. Что почитать на эту тему? Зная, как устроен человек, если есть партия, бог, дядя, который знает, как лучше, граждане тут же в массе сядут на задницу, будут знать, что за них всё решит партия, думать не надо, мы получим снижение уровня образования в обществе в плане понимания марксизма и ленинизма. Это же никакой практической пользы для обычного гражданина не несёт, в отличие от математики, например. И вверхи у нас опять пойдут люди со слабой теоретической подготовкой, что в итоге приведёт к изменению сознания на буржуазной и контрреволюции. То есть, у вас получается так, что если создать партию, то есть, если рабочий класс создаст свой авангард, то есть, свою сознательную часть класса, то совсем будет плохо, то совсем никто не будет читать. А сейчас хорошо, когда нету ни партии, ни мозга нету у класса, ничего нету. Как вы собираетесь? Вы хоть представляете себе законы классовой борьбы? Все выражены своими головами, все классы, вот буржуазия вся имеет тьму партии, а рабочий класс толком не имеет своего авангарда, ничего не выиграет без партии. Но это не значит, что партия должна заменять вам всё. Если вы поддерживаете свою партию, то и партия должны быть под контролем, кто должен кому служить – партия рабочему классу или рабочий класс партии. Вот Зиновьев проглашал, что диктатура партии, и Сталин ему разъяснял, а не только ему, что вот те, кто говорят диктатура партии, те хотят, чтобы класс служил партии, а надо сделать так, чтобы партия служила классу, поэтому класс не должен забывать, что это его диктатура, а не диктатура партии. Поэтому надо, чтобы не только члены партии это знали, а знали все, а не были какие-то жрецы, которые всех заменяют. Что почитать на эту тему? Возможно, это поднималось где-то в выступлениях Ленина. Поднималось. В государстве революции до того, как брать власть, Ленин рассматривал вопрос о том, а как сделать, чтобы она не скурилась, эта власть, чтобы она не превратилась в свою противоположность, чтобы не оторвалась. И вот эти меры, например, такого рода, что все должны участвовать в управлении, что зарплата чиновникам, она должна называться не жарплата, а жалование, что люди им пожаловать за их работу, а не так, чтобы чиновники получали в десятки раз больше. Жалование чиновникам не выше средней зарплаты рабочего. Вот одно из самых главных требований, чтобы не отрывались чиновники от народа. Вопрос к профессору Бопова. Есть такая работа Эвальд Ильенков «Диалектическая логика». Что он может сказать об этой книге? Могу сказать, что диалектическая логика дана в работе Гегеля наукологики, а у Ильенкова есть его рассуждения хорошие, очень интересные, полезные, и я рекомендую, их тоже можно почитать с интересом. Но это никак не может заменить самостоятельное изучение наукологики Гегеля. Михаил Сопин. Каким образом предлагается бороться, минуя этап революции? Здорово вы так придумали. Минуя этап революции бороться. То есть, бороться, чтобы только не было революции. То есть, давайте будем бороться, но только чтобы мы не уничтожили эксплуататорские классы, чтобы мы не уничтожили эксплуатацию, чтобы не уничтожили паразитизм, чтобы не уничтожили присвоение чужого неоплаченного труда. То есть, вы не хотите делать революцию? Ну, не делайте. Значит, никто же вас не заставляет делают революцию, без вас делают революцию. Революция – это вообще субъективная. Если народ захочет делать революцию, он ее сделает, и мы его не помешаем, даже если будем стараться мешать. Спасибо большое. Интересно услышать от Михаила Васильевича концепцию развития Компартии в современных условиях. Ситуация менялась, что имеющийся опыт может подсказать. Современные условия – это условия возвращения назад в капитализм, поэтому все, что было написано у Ленина про партию в тех условиях, полностью относится к современным условиям. Наша современность – это уже снова капиталистическая действительность. Другое дело, что у нас есть такая возможность, как использование, скажем, средств связи, использование интернета, который позволяет нам отстаивать и пропагандировать идеи не только буржуазные, но и пролетарские. У нас нет, например, государственной идеологии. Я думаю, что скоро будет, если так дело пойдет с обучением, как сейчас идет, наверное, государственная идеология скоро будет диалектической логикой, и мы ее запишем с вами в Конституции. Наверное, Единая Россия подумает, подумает, говорит, надо записывать. Игорь Михайлович Харитонов пишет. И этот пролетариат отдал всю власть партии без отчета. Молодец. Партия рекрутировала и отбирала определенных людей из пролетариата, а эти люди со Сталином, победившие нацистов, с Хрущевым стали сдавать социализм шаг за шагом. Что это такое? Чем объяснить такое вырождение партии и пролетариата? Бесконтрольностью класс должен контролировать свою партию. Точно так же, как человек должен свою голову контролировать, а то эта голова напьется водки и пойдет, и упадет под трамвай. Дорогие товарищи, все вопросы, которые у нас поступили, все вопросы исчерпаны. Если на какие-то вопросы я не ответил, и есть в этом потребность снова какие-то вопросы поднять и рассмотреть, пишите, пожалуйста. Будем надеяться, что нам предоставят такую возможность. И так нам уже предоставили, можно сказать, шикарную возможность пообщаться в том плане, что ответить на те вопросы, которые мучают людей, которых не зря мучаются ради диалектической логики, ради диалектики, ради того, что делает марксизм и вообще общественную науку действительно наукой, а не выдумками, не мнениями разных всяких дилетантов. Спасибо вам огромное. И спасибо Дмитрию Юрьевичу Пучкову и всей его команде. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok